С вами доктор Кострик. Сегодня мы поговорим о хронической боли в спине. Думаю, что почти у каждого из нас хоть раз в жизни возникала боль в спине. Не так ли? У кого-то эта боль проходила самостоятельно, а кто-то купировал ее с помощью обезболивающих. Но не всегда была ясна причина боли. Давайте попробуем разобраться, какие же самые распространенные причины хронической боли в спине. Хроническая боль в спине обычно связана с возрастом, но также может быть результатом перенесенной ранее травмы. К наиболее частым причинам относятся артрит позвоночника. Это постепенное истончение хряща внутри позвоночника. Стеноз позвоночного канала. Это сужение позвоночного канала, которое может привести к нервной боли. Проблемы с диском, такие как грыжа или выпуклость межпозвоночного диска. Миофасциальный болевой синдром. Это хроническое, патологическое состояние, обусловленное формированием локальных мышечных спазмов или уплотнений, представленных болевыми точками, триггерами. Боли могут провоцироваться нажатием на эти точки или движением мышц, вовлеченных в патологический процесс. Необъяснимая мышечная боль и болезненность. В некоторых случаях трудно определить причину хронической боли в спине. Если ваш доктор исчерпал все диагностические возможности, тогда пора обратиться за консультацией к специалисту по болям в спине. Важно не принимать поспешных решений и не проходить обширные медицинские процедуры, пока не будет обнаружена причина боли. Они не только не могут помочь, они могут усугубить, эту боль. Если источник боли неизвестен или не поддается лечению, лучшим вариантом может быть работа с врачом над уменьшением обострений и устранением боли с помощью нехирургических методов лечения. К ним относятся физиотерапия. Физические упражнения – это основа лечения хронической боли в спине. Это один из первых методов лечения, которые вы должны попробовать под руководством врача и физиотерапевта. Однако не всем подходит один и тот же комплекс упражнений. Упражнения должны быть адаптированы к вашим конкретным симптомам и состоянию. Выполнение физических упражнений дома также является большей частью успеха. Помните об этом. Физиотерапия при хронической боли в спине может включать повторные тренировки осанки, проверка пределов переносимости боли, упражнения на растяжку и гибкость. Аэробные упражнения, медитация. Хроническая боль в спине утомляет как физически, так и эмоционально. Чтобы справиться с разочарованием, раздражительностью, депрессией и другими психологическими аспектами борьбы с хронической болью, вас могут направить к психологу-реабилитологу. Этот специалист может порекомендовать медитацию, йогу, тайчи и другие когнитивные стратегии и стратегии расслабления, чтобы ваш разум не сосредотачивался на боли. Диета. Некоторые диеты вызывают сильные воспаления, особенно диеты с высоким содержанием трансжиров, рафинированного сахара и полуфабрикатов. Проконсультируйтесь со своим врачом, чтобы узнать, может ли ваша диета пособствовать возникновению хронической боли в спине и как вы можете ее изменить. Поддержание здорового веса также может помочь уменьшить боль в спине за счет уменьшения нагрузки на позвоночник. Модификации образа жизни, например, когда у вас хроническая боль, важно принимать свои ограничения и адаптироваться. Прислушайте к своему телу и учитесь управлять темпами. Сделайте перерыв, пройдитесь небыстрым шагом возле дома, минуточек 20 или просто совершите поход в магазин. Обратите внимание на действия, которые усугубляют вашу боль и по возможности избегайте их. Это не только улучшит самочувствие вашей спины, но и предотвратить прогрессирование основного заболевания. Еще одно важное изменение образа жизни, которое стоит попробовать. Это бросит курить. Научно известно, что никотин усиливает боль и замедляет заживление. Инъекционные процедуры включают блокады нервов, эпидуральные инъекции стероидов, абляции нервов и другие виды инъекционных процедур, доступны при хронической боли в спине. Они используются, когда известен источник боли и иногда могут помочь исключить определенные причины, если лечение не работает. Инъекции могут остановить или уменьшить боль на определенный период времени, но не предназначены для долгосрочного использования и не должны использоваться изолированно. Альтернативные методы лечения включают иглоукалывание, массаж, лазерная терапия, электрическая стимуляция нервов и другие нехирургические методы лечения позвоночника также могут помочь при хронической боли в спине. Поговорите со своим специалистом по позвоночнику об альтернативных методах лечения, которые могут принести вам пользу. Фармакологические методы лечения включают анальгетики, противовоспалительные препараты, миорелаксанты и другие лекарства, которые могут быть использованы для облегчения хронической боли в спине. Однако большинство из них имеют нежелательные побочные эффекты и не предназначены для длительного использования. Опиоидные препараты обычно не следует использовать в качестве первого, единственного или длительного лечения хронической боли в спине. Многие из них вызывают привыкание и не устраняют основную причину вашей боли. Опиоиды следует назначать только после тщательного обследования у специалиста и в том случае, если другие препараты не помогли. Если вы обнаружите, что в течение дня полагаетесь на опиоиды, возможно пришло время обратиться за помощью к другому специалисту. Когда операция является хорошей идеей от боли в спине, вы спросите. Эти причины могут указывать на необходимость операции, если обнаружено, что они связаны с вашим состоянием позвоночника. Например, новые или прогрессирующие проблемы с кишечником или мочевым пузырем, слабость в конечностях, проблемы с походкой, признаки повышенных рефлексов. Хирургическое вмешательство также может быть вариантом лечения хронической боли в спине, если есть известная причина, подтвержденная визуализацией и если другие методы лечения не помогли. Я вам советую, получите мнение как минимум двух нейрохирургов, поскольку после операции боль все еще может вернуться. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Не забываем комментировать и ставить лайки. Оставайтесь с нами и до новых встреч!